Не стало Леонида Куравлёва. Последний год он провёл в интернате для пожилых людей, откуда был госпитализирован в коммунарку, а выписан в хоспис. Неужели при живых родственниках великий артист оказался никому не нужен? Или у них самих уже не оставалось выбора? Это Первый канал. Здравствуйте, я Дмитрий Борисов. В эфире «Пусть говорят». Значит так, родом я из Суртаки. 40 километров отсюда, по реке. Сейчас перебрался в райцентр. Да выбитый вы воды. Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя, фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл. Ну, если что, вызывайте меня. Борщов я. А.Н. Купаться в лучах своей славы ему не позволяла скромность. Он был закрытым человеком. Мы крайне мало знали о нём и его семье. И только под финал его жизни случайно узнали, где он и что с ним. При поступлении он был раскоординирован. Уже было передвижение, скажем так, с трудом. В первую очередь это было связано, наверное, с нежеланием его самим. То есть с чувством какого-то угасания. Новость о том, что Леонид Куравлёв оказался в доме престарелых, многих шокировала. Ещё недавно он приходил в студию Первого канала, улыбался, шутил. Он совершенно не выглядел человеком беспомощным. Я не люблю себя на экране. Это не кокетство. Ненавижу. Потому что, оглядываясь назад, вот на такие фильмы, Иван Васильевич и так далее, на свои фильмы, вот здесь не доиграл, здесь не тот жест сделал. Куравлёв сыграл более 250 ролей, но в нём не было никакой звёздности. Вообще Нелин Вячеславович всегда был прост и искренен. Из очень простых корней, вот, я москвич, но на окраине жил у тётки. Меня она воспитывала, потому что мама была посажена под 58-й статьей. Я всё это видел, вот таких вот, как Афония. У него была счастливая семейная жизнь. Более полувека он прожил с любимой женой, которая родила ему дочь и сына. Сын у меня нормальный, о чём я говорил. Хороший парень вышел. Хороший. Чистый парень. Куравлёв жил в знаменитом доме на набережной. Но когда публика узнала, что любимый артист ушёл из жизни не в своей квартире, а в хосписе, это вызвало шквал эмоций. Неужели актёр сам выбрал одиночество, чтобы не обременять взрослых детей? Почему персонал пансионата, куда поместил Куравлёва его сын, обвинял дочь артиста в плохом отношении к отцу? Очень плохо он к родственникам с ним относится. Его дочка довела, и поэтому, ну, он, даже когда она приходила, он, ну, делает, что он спал, то есть, ну, и он, о ней даже слышать ничего не хотел. У него есть борода, и она была неухоженная, он был немытый. Но есть ли в этом вина близких? Или пожилой артист пребывал в депрессии, в дурном расположении духа? Почему нередко только после смерти любимых актёров мы узнаем о том, что они нуждались в уходе и сочувствии? Почему близкие предпочитают скрывать реальность? Об этом сегодня. Пусть говорят. Ну, вообще, конечно, страшный день. Мы все пережили. Буквально с разницы в несколько часов пришли сообщения о смерти двух народных артистов. Не стало Леонида Куравлёва, который сыграл во множестве знаковых для нескольких поколений наших зрителей фильмов. И умер Виктор Мерешко, режиссёр, драматург, автор сценария, например, легендарного фильма «Родня». И вот так получается, что сегодня мы прощаемся с нашей общей роднёй. Татьяна Васильева в нашей студии. Здравствуйте. Ну вот вы же пересекались, Натя Вячеславович, на съёмочной площадке. Вы понимаете, как так произошло, что вот под конец жизни он вдруг закрылся от всех и вообще перестал выходить на связь даже с близкими друзьями? Ну, это понять, конечно, трудно, не оказавшись, видимо, в такой ситуации, в которой оказался Леонид. Я, честно говоря, не знаю, что случилось, почему такой исход, почему при живых детях он, конечно, оказался в таком месте, но, может быть, ему действительно там было лучше. Ну, то, что я видела в последнее время интервью с Леонидом, мне показалось, что у него потерялся интерес к жизни. Вот у него на лице это было написано, ему жить, не жить, а лучше не жить. Ну, я прошу прощения за такие слова, но вот я это чувствовала, что человек уходит даже не по болезни, а потому что он потерял стимул к жизни. Может быть, так сказать, он не мог без жены справиться с жизнью, он почувствовал свою совершенно ненужность ни в профессии, ни для родных людей. Я не в курсе, я не знаю, как это на самом деле, но там, конечно, там он не должен был оказаться, это мое мнение. А не могла быть обратная логика, что он оказался вдали от всех, и поэтому началась вот эта депрессия, закрытость и так далее? Не могло быть вот... Ну, мне кажется, тут какой-то порядок ты нарушаешь. Он сначала почувствовал эту и ушел, сам ушел, мне кажется, для того, чтобы этого не испытывать, этого не видеть, справляться самому, насколько он может. Но он, вот когда говорят, что он отвернулся к стене, ну, насколько я знаю своего опыта, когда человек, у меня мама так отвернулась к стене, и она к нам не повернулась. Дома все было, мы лежали у ее ног, дети, но она отвернулась к стене, она устала жить, она не хотела дальше жить, она отказалась от всего. Она стала уходить, и все. Это было ее желание. Вот у меня есть тут какая-то аналогия, понимаешь? Ну вот мы только что поговорили с Натальей Селезневой, она тоже замечает, что, конечно, жизнь Леонида Куравлева разделилась на до и после ухода его любимой супруги. Когда умерла Нина, он превратился в потерянного ребенка, вот как будто ребенка трех-четырех лет, там, знаете, где-то потеряли у метро. И вот этот ребенок вот стоит беспомощный, с открытыми глазами и не понимает, что ему делать. Вот таким был Леня. Он и с детьми-то не очень хотел с вами общаться. Он замкнулся в себе. Я думаю, что жизнь у него была скучная, грустная, одинокая, неинтересная в связи с этими ужасными болячками еще. И когда в голове не все в порядке, наверное, это очень трудно. Сейчас он встретится с Ниной, со своей любимой. Я хочу в это верить. Они объединятся. Я одно могу сказать, что царствие ему небесного. За его красивую, чистую жизнь. За его работы прекрасные. За его любовь к семье. За то, что он никогда никому не делал никаких гадостей, подлостей. Очень чистый человек был. Царство ему небесное. Зарем, ну вы же много снимали, записывали интервью. Собственно, вот буквально накануне мы смотрели фильм на Первом канале, да? Вы его делали. Вы замечали то, о чем говорит Татьяна, что вот как будто бы он сам не хотел жить и уходил? Я наоборот даже удивлена, что сейчас об этом заговорили и заметили. Мы снимали его в 2016 году. И уже тогда, вы же знаете, на телевидении вся правда за кадром остается. И уже тогда за кадром, когда я его уговаривала, ну давайте пройдемся, ну давайте тут посидим. Он все время, ему не хотелось ничего. И у него все время это проскальзывало, фраза, было очень трудно с ним общаться в этом смысле, что да не хочу я ничего, да я и жить не хочу. Это было в 2016 году, уже тогда он был достаточно подавлен, закрыт, и у него не было мобильного телефона. Мне, как журналисту, было очень трудно до него достучаться. Он звонит на домашний телефон в определенное время, тогда он брал, потому что он закрылся от всех. Он мне говорил, позвони ко мне завтра в 9 вечера, и я возьму. И вот так вот мы с ним общались. Но в итоге брал. В итоге брал, потому что он знал, что это я, а так-то он не брал, а мобильных он вообще не носил с собой. Он не хотел, чтобы вообще ему кто-либо звонил. Но разве это была, не знаю, попытка ухода из жизни, или это просто было отсутствие той самой звездной болезни, про которую все говорят, что он совершенно обычный, нормальный человек всю свою жизнь, который ни разу не пользовался своим звездным статусом? Да, это так. Нет, конечно, никакой звездной болезни у него не было, но я согласна. И может, поэтому он не хотел сниматься, потому что зачем лишний раз там… Дим, судя по описанию, вот то, что говорит коллега, это абсолютно вот прям классические признаки депрессии. То есть на самом деле родные люди, конечно, ну давайте те, кто сейчас еще живы, да, наши старики, вот люди, которые находятся рядом, заметьте, пожалуйста, вот эти признаки депрессии, что человек закрывается, что человек говорит, я ничего не хочу. Это значит, что на самом деле ему нужна помощь, ему нужна вот рядом рука чья-то, да, и даже он будет отворачиваться к стенке и будет говорить, что я вас не хочу, вы все равно нужны ему рядом. А как же уважение? А как же уважение? Вот есть человек, да, он глава семьи, Наталья Сергеевна, ну правда. Ну вот есть Леонид Куравлёв, человек такого масштаба, который говорит, не хочу ни с кем общаться, не звоните мне, ничего. Ну что могут сделать даже самые близкие, если, ну вот, он так решил сам? Знаешь, я считаю, что та любовь, которая проявлена была в течение жизни его и от зрителей, и от близких людей, самая важная. И он ее испытал. И я видела его счастливейшее лицо, в отличие вот от вас всех, когда он сходил к Богу, да, когда он сходил на это паломничество в Иерусалим, и он был счастлив. Он говорит, Наташа, вот я... То есть он исполнил какой-то свой последний, наверное, долг. Но я хочу вот о чем сказать. Я вчера, так получилось, что была в Зуме с моими учениками Международных кинотеатральных школ имени Сергея Бондарчука. И все они плакали. И все говорили о том, что... Что нам дал Куравлёв? Он дал нам радость. Радость. Это человек, который подарил нам кусочек радости, кусочек солнышка. Он солнечный человек. Он всегда отвечал улыбку на улыбку. Заметьте, да, ты когда Зарочка снимала, а ты гениальный совершенно режиссер. Спасибо тебе большое, хочу сказать о маме. Там, кстати, видно, что Леонид Куравлёв, он даже там ручку целует одной из коллег. Ему настолько группа понравилась. Было видно, там Таня просто испытывала какие-то неимоверные эмоции, я видел. Да, и спасибо тебе, что ты вот дала ему тоже частичку нравственной любви, потому что ты такой режиссер. И я благодарна всем, и Ниночке моей Масловой, которая так чутко, так потрясающе помнит, любит. Мы его любим. И я хочу сказать, что это любовь навсегда. Это навсегда. Это за гранью нашей физической жизни. Она идёт туда. Он там с Ниночкой встретился. Он сейчас счастлив, правда, Нин? Нет, он ещё не встретился, ещё 40 дней должно пройти. Он сейчас тут с нами, вы это знаете. Вот он сейчас присутствует, он всё слышит, и какие-то вещи его будут радовать, какие-то нет. Вот вы помните об этом, сидя вот сейчас здесь. Но возвращаясь к тому, что сам не хотел ни с кем общаться, Наталья Селезнёва нам рассказала, что в какой-то момент даже пыталась его, что называется, из этой ракушки вытащить, достать как-то, чтобы, может быть, работу предложить. Но вот что из этого получалось. Иногда мы с ним выезжали на концерты. Но это был последний концерт, наверное, у нас был года три назад. Я ему сказала, Лёня, приказным тоном таким, я говорю, надо ехать. Твои деньги в конверте уже лежат в моей сумке. Да, может, не ехать. Я говорю, это исключено, я уже деньги взяла. Ты же сказал, что мы поедем. Ну, за ним машина пришла, поехали, отработали, чеку попили, там посидели, он пофилософствовал, поговорил. А потом я ему звонила несколько раз. Он или трубку не брал, а если брал трубку, то... Да нет, Наташка, не хочу я ничего. Да нет, Наташка, вот я прям слышу эту интонацию. Ну вот, то есть, в принципе, друзья-то делали, вот всё то, о чём говорят психологи, что пытались, да? Вот я хочу добавить ещё к тому, что говорила Наташа Бондарчук, что когда он был у святых мест в Израиле, и когда он был у стены плача, вот в то время он нашёл Бога. А человек, который находит Бога, и который начинает внутренне меняться, и меняется его отношение к внешней жизни. Поэтому такому человеку, это вот я знаю по себе, не хочется никаких лишних разговоров пустых. Они становятся ненужными. И поэтому недаром появились вот высеченные его имя и фамилия на надгробии, на могиле жены, его имя и фамилия без даты. А вот сейчас эта дата пришла, и он к этому был готов. Смерть – это не конец, как написано во всех святых книгах, а это дверь, которая ведёт в другую жизнь, где мы все там будем. Никто этого не минует. Поэтому вот я хочу воспринимать Лёнину ход светло. Мне очень печально, потому что Лёня для меня всегда был проводником в светлые периоды моей жизни. Потому что так случилось, что когда я с ним снималась, в жизни моей всегда был свет и было счастье в эти моменты. И поэтому уход Лёни... А вы же с ним впервые увиделись на съёмочной площадке великого фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Иван, да, первый раз «Иван Васильевич меняет профессию». Но Лёня, мой любимый Афоня, конечно, добрый, светлый, добрый, как Рокодил Гена. И вот он сам, конечно, он такой тонкий, он необыкновенный человек и необыкновенный артист. И я знаю, что он всегда, его так любят, ну, так много людей его любят. И он, несмотря на то, что его не будет здесь, но он будет в другой жизни, куда всё равно мы все пойдём. А он тут останется в наших сердцах и в фильмах для всех поколений. Вот вы сейчас сказали, что он крокодил Гена, что он добрый, вспоминает сразу его же слова. Давайте со звуком посмотрим фрагмент. Кто там? Папа Римский. Кто? Да сантехник открывайте! Здравствуйте! У нас кран ревёт, как тигр. Ну что вы, зачем? Наслежу. Всё, не рычит. Можете пользоваться. Спасибо. Не за что. Ну, если что, вызывайте меня. Борщов я, А.Н. Борщов А.Н. Вы так босиком и пойдёте? Заработался. Нин, какая ты красивая в этом фильме. И какая вы потрясающая пара. Вот можно сниматься сколько угодно. Но сняться с Куравлёвым и в такой вот картине – это навсегда. Нет, ну а какой фильм глубинный. Мне всегда так хотелось Афоню сыграть. Вот вы сейчас говорите реально до слёз, потому что смотришь на эти роли и не понимаешь, как так вот может заканчиваться земная жизнь человека такого, как бы это ни называлось, там, реабилитационный центр, интернет, ну как угодно. Но всё-таки дом престарелых. Ну как это? И я помню, как нам сотрудники рассказали о моменте поступления Леонида Вячеславовича к ним. Я как раз принимала Леонида Вячеславовича в наше заведение. Как раз вот здесь у нас была его новогодняя ёлочка, которую купили ему его родственники. Вот она вот как раз здесь стояла. Здесь вот я к нему каждый день в начале рабочего дня приходила, вот, всегда повидаться. Он меня каждое утро ждал и всегда очень улыбался и радовался, когда я приходила. Мы его привели, мы уже оборудовали эту комнату. Мы его привели в данную комнату, ему понравилась комната. Единственное, он увидел вторую кровать, сказал, почему кровать, типа, я хочу быть один. Родственники, они до конца тоже боялись, что, ну, ему не понравится, и он там устроит какую-нибудь истерику. Они приходили его навещать, то есть я не знаю, какие у них были планы, понимаете. Да, хотели они его надолго оставить или на какой-то период. Юлия Климова, директор того самого центра реабилитации в нашей студии сегодня. Юль, ну вот сейчас, понимая, что как всё в итоге закончилось, вы не жалеете, что вот к вам переехал всё-таки артист? Нет, конечно. Дальянца это очень большая честь была, что Леонид Вячеславович прожил у нас пять месяцев, что дети выбрали, опять же, наш центр, и что нам удалось так близко с ним познакомиться. Абсолютно для всех сотрудников это честь. Вы понимали, он там нашёл, не знаю, компанию, вот нам все говорят, что он закрытый такой был. Он там общался с кем-то ещё? Он общался непосредственно с персоналом, который уделял ему внимание, а с другими резидентами нет. Тань, ну вот вас не было в прошлый раз, но всё-таки не вяжется то, что Леонид Куравлёв и дом престарелых? Конечно, нет. Конечно, нет. Этого не может быть, на мой взгляд. Не может, не должно, и вообще это надо как-то пересмотреть для таких хотя бы актёров, чтобы с ними такого не случалось. Но там туда люди едут умирать. Извините, пожалуйста, у вас там очень хорошо, но я бы предпочла быть всё-таки дома и там это сделать, чем вот в казённом месте. Мы все прошли общежитие, все прошли тяжёлые годы, но наступает время, когда он столько работал. Я думаю, что он не был бедным человеком. Надеюсь, что у него были какие-то средства, чтобы не оказаться вот в таком положении. Я, как сказать, я тоже не каплю для себя денег на случай вот такого какого-то состояния, но я туда не поеду. Более того, вот, Нина, ты говоришь, что он там, он нас видит, он нас слышит. Скорее всего, это так. Но с нами его никогда не будет, нету ему замены, не будет никогда. Никто не родится второй такой. Понимаешь, какая-то потеря, которой даже нельзя, её нельзя осознать, эту потерю, что найти партнёра сейчас нельзя. Ну так жизнь устроена, всё равно все уходят. Я понимаю, Нина, ну можно всё-таки, понимаешь, ну считается же, что в смерти ничего такого трагического и страшного нет. Мы все, мы рождаемся и умираем. Но только её можно, чтобы она наступила попозже. Можно попозже, можно иначе. Ну правда, иначе. Почему? Я понимаю, что болезнь серьёзная, что это потеря памяти и так далее. Но я не знаю, предлагали ли ему работу в этот период. Может быть, это бы как-то его помогло ему вынырнуть оттуда, из этой депрессии. Потому что ничего, ни жены, ни детей, ни работы, ну конечно, только смерть осталась. Но был пансионат, нам Юля провела экскурсию. Собственно, как там было всё устроено? За этим столом Леонид Вячеславович любил приходить, обедать, ужинать. Как раз его самое любимое блюдо было котлеты и картофельное пюре. Очень любил он это. И также очень любил он ягоды, голубику, малину. Часто просил, чтобы ему мы это приносили. Конечно же, мы его радовали. Каждый день у нас в перерывах между едой, досуговой частью, либо занятия с аниматором, либо с психологом. Развитие моторики, эрготерапии. Сейчас игры в лото играют. Леонид Вячеславович любил концерты посещать. Первые ряды он не любил рваться, садиться. Но вот, опять же, где-то вот здесь всегда он садился и смотрел концерты. Ему это нравилось. Аркадий Ильич, ну вот все играют в лото, да? А он всё равно закрывался в своей комнате, ел без всех, ни с кем не общался. Какой тогда смысл быть там? Ты понимаешь, вот самая верная формулировка, которую сказала Наташа. Он после ухода Нины, он был потерян, вот потерявшийся ребёнок. Для того, чтобы ты представлял себе, и вы представляли степень его зависимости, прекрасной любовной зависимости от Нины, у них была любимая такая семейная байка, что, он говорит, я даже не спрашиваю Нину, положила ли она сахар в мой чай. Я только спрашиваю, помешала ли она сахар в этой чашке, понимаешь? То есть это была предельная, предельная забота, без которой он просто потерялся. Что касается того, что... А никто не знал, если детей не может эту заботу заменить? То есть, словно говоря, дочь не замена? Дочь не замена, конечно. Ну как, вот Таня, любимая, красавица, умница, что значит обязательно дома? То есть не дать жить домашним, не дать жить дочери, если ты парализована, если тебе каждую минуту надо ставить капельницу, прости, Тань, дай договорю. Если тебе надо ставить капельницу, если тебе... Как это? Всё зависит от конкретной ситуации. Иногда это только доброе дело, если дети помогут поместить его в медицинское, с постоянным уходом заведения. Но в этой истории ещё есть несовпадение, есть несостыковки. Потому что нам, когда в прошлый раз общались, все сотрудники пансионата в один голос говорили, нет там проблемы, ни с мышлением, ничего. Всё нормально, абсолютно нормальный, трезвомыслящий человек. А потом вдруг коммунарка, после этого выписка в хоспис и сообщение о том, что он не может ни мыслить, ни говорить, ничего. Что же там произошло, мы должны прерваться после недолгой паузы. Вернёмся, оставайтесь с первым каналом. В эфире «Пусть горят» всем ещё раз. Здравствуйте, я Дмитрий Борисов. Сегодня прощаемся с Леонидом Куравлёвым. Десять лет назад артист поставил на могиле жены памятник и рядом с её именем выбил своё. Неужели после смерти любимой супруги жизнь для него потеряла всякий смысл? Люди, которые меня видели на съёмках, там, золотого челёнка, что я якобы, так сказать, не общаюсь. Ну, не общаюсь, потому что замыкался, работа продолжается и душевно по поводу, в душе по поводу, в мозгах по поводу роли. Ну, чего, чего никнуть-то, чтобы тебе комплименты говорили? Смерть жены подкосила Леонида Вячеславовича. Он выглядел растерянным и явно не представлял, как жить дальше. Я жил с ощущением, как любой, наверное, мужик, женщина переживёт тебя. Вот этого, к сожалению, не случилось в нашей семье. Она ушла раньше. Они прожили вместе более полувека и часто вспоминали тот зимний день, когда ещё детьми пришли на каток и впервые увидели друг друга. Леониду тогда было 16, а Нине – 13. Она была очень красивой. Очень. Верили друг другу. Я очень верил в Нине. Вот. А вообще, по-настоящему, этого не возникало как-то вот вслух, так сказать, вот не застрялось это вниманием. Ты смотри, у меня. Или она мне, или я ей. Нет, этого не было. У Нины Васильевна было слабое сердце. Они обращались к лучшим врачам, но медицина оказалась бессильна. Смерть жены подкосил Леонид Вячеславович. Оставшийся один, Куравлёв очень страдал. Говорили, что дочь Екатерина переехала к нему, чтобы помогать. Но, по-видимому, ухаживать за пожилым отцом было сложно. Говорили, что актёр впал в депрессию и даже не хотел жить. Сын Куравлёва опроверг слова сотрудников учреждения о том, что знаменитый артист выглядел неухоженным. И что, мол, его довела дочь Катя. Понятно, что папа уже не так себя чувствовал, как нам бы хотелось. Нельзя сказать, что он был неухоженный. Но если бы он был в замечательном и прекрасном состоянии, он бы туда не поступил. Конечно, были проблемы. Может ли быть так, что персонал дорогостоящего учреждения сгущал краски, чтобы немного обезопасить себя перед ответственностью за вип-клиента? В нашей студии заслуженный артист России Владимир Конкин. Здравствуйте, Александр Ильич. Добрый день. Можно же сказать, что вы были друзьями с Леонидом Куравлёвым? Это высокая оценка наших взаимоотношений. Но со вчерашнего дня мне хочется в это верить. Потому что знал я его 46 лет из своей жизни. Так же, как и Витечку Мережка. Еду в поезде, а мне сообщают, что мы 50 лет с ним дружим, с Витей. И у меня сценарий в кабинете его новый лежит. Мы хотели весной затевать новую работу. Но теперь не знаю как. Когда вот вчерашние две шпалы стукнули по голове и отдались каким-то гулом в сердце. Вообще говорить очень сложно. Потому что есть что вспомнить. И когда мы с ним познакомились в 1978 году, в мае месяце, это было 10 мая 1978 года, в Одессе началась съёмка «Место встречи изменить нельзя», знаменитая бильярдная. Мы снимали там целую неделю все эти замечательные бильярдисты, которые, конечно, вместо Лёни и Володи играли этими шарами. И в первый же день, вот 10 мая, у Марины Владимировны Поляковой, Влади, у неё был день рождения. И мы, значит, вот такой компашкой со Славочкой Говорухиным поехали на дачу. И мы с Лёничкой делали шашлыки. И так у нас всё хорошо получилось. Мы были около этого мангала. У нас была бутылка сухого красного вина. Мы шашлычничали. Пошёл доище. «Кона мне в домёк», там раздались песни Владимира Семёновича Высоцкого. А мы что-то воркуем, воркуем. Наши отношения никогда не были навязчивыми. Невозможно не отметить хотя бы то событие, что, по-моему, в 1999 году на вашем первом канале была передача, замечательная передача «Домашняя библиотека». Её поначалу вёл Лёня, потом в силу определённых причин он решил уйти из передачи и посоветовал мою кандидатуру в съёмочной группе. И я почти два года вёл эту передачу благодаря поддержке Лёнички. А мы не виделись там, наверное, пять лет десять. А вот последний звонок у меня, он меня просто, так сказать, изумил. Да, нельзя, потому что действительно и Аркаша прав, что и Наташа, что вот он жил такой несколько своей обособленной жизнью. И уход жены, конечно же, усугубил это одиночество. Вот оно стало как бы его, скажем так, визитной карточкой. Вот это одиночество. Мы иногда, актёры, уходим в этот театр свой. Театр хороший, замечательный, прекрасный. Только он убивает самого владельца этого театра. И когда у меня погибла дочь в сентябре позапрошлого года, и мне на домашний телефон, на автоответчик, у меня не было дома, вдруг звонит Лёня. Это было настолько необыкновенно, это было настолько непривычно, потому что он даже моего мобильного телефона не знал. Но домашний у нас союзный, кем-дрофисов, и вот он, значит, наговорил чего-то там, «Володька, я тебя понимаю, там всё, держись». Вот я ему перезвонил по телефону. Вот последний раз мы с ним говорили, стало быть, это 26 сентября позапрошлого года. А с тех пор, вот как и Аркаша говорит, и многие здесь присутствующие, что он ушёл в себя. Я думаю, что вот это его состояние, меня совершенно оно не удивляет, потому что он в толчее не принимал участия. Вот он не был вот этим вот таким, он наоборот предпочитал уединение. Даже на съёмочной площадке, ну, казалось бы, там группа съёмочная большая, каждый день у кого-то день рождения. Вот. И Лёнечка смывался просто, пока там чего там это, а его уже и нет. Вот куда он там уходил и так далее. Поэтому вот эта вот его, скажем, внутренняя концентрация, каких-то его собственных ресурсов, он с ними не делился. Вообще, по большому счёту, он, скажем так, был, ну, почти что закрытый человек. Но вы согласны с Татьяной Васильевой, что он не должен был последние месяцы проводить в доме престарелых? Вы знаете, мне трудно сказать. Мне трудно сказать, потому что мои несчастья, уже длящиеся третий год, у меня тоже есть ощущение, что, наверное, я скоро вообще никому не буду нужен, кроме миллионов зрителей моих любимых, естественно. Вот, потому что дети живут не в России и прочее, и вообще всё это как-то... Вот, и поэтому мне кажется, что Лёня, он настолько полнозвучный человек, он не хотел вываливать свой ливер. И поэтому вот он держался в себе, вот это всё держал, отмахивался от всех нас, отмахивался. Вот, но я говорю, вот этот вот его звонок меня просто потряс, потому что мало кто это сделал. Ну а как иначе? Если он называет вас своим другом, тут такое событие в вашей жизни, понятно, что... Понимаешь, да в общем-то мы здесь практически все друг друга и знаем, и десятки лет, как говорится, ещё последние остались, сушёные урюки. Вот, но тем не менее, это было всё равно потрясающе, потому что постоянных каких-то связей таких не было. Но я считаю, что это дружба, потому что этот звонок для меня, он дорогого стоит. И поэтому, когда я вчера в поезде ехал, и мне сказали, что Лёня, я прям... Мне плохо с сердцем было. Я уже не выдерживаю такие вещи. А вечером ещё Витя Мереж. При этом, казалось бы, совсем недавно мы встречались в этой студии, обсуждали как раз попадание в больницу Леонида Вячеславовича, и тогда очень пронзительные слова сказала вдова Алексея Баталова, Гитана Аркадьевна Леонтенко. И все очень хотели, чтобы всё сбылось, и он остался бы с нами, как она говорила. Отдавайте своих родных. Вы потом будете так терзаться. Только одно нужно. Видеть... Ну, видеть... Я не знаю. Я даже не представляю, как можно было мне маму или Ленину Антону отвезти куда-то, и что кто-то что-то. Ради Бога. Лёня, поправляйся. И ты ещё очень нужен. Во-первых, ты прекрасный педагог и артист, русский артист, настоящий эталон русского артиста. Спасибо тебе, что ты есть. И ни на кого не сердись. Возвращайся к ребятам, и всё будет хорошо. Геннадий Аркадий, у нас на связи сейчас. Здравствуйте. Ну, вот видите, да, не получилось. Увы, ушёл от нас великий артист. Вы согласны с коллегами, что, может быть, и невостребованность тоже какая-то могла стать причиной? Вы знаете, Дима, я сейчас вам скажу, востребованность в нём была нужна. Вот, например, сейчас я вам расскажу. Когда они встречались с Алёшей, чинили машину, там всё, и Алёша потом приходил и говорил, какой он интересный человек, как он, вот о какой-то роли говорят, как он это подаёт, представляет, и он его уговаривал, чтобы он взял целый курс, но он не соглашался, но он говорит, ты обязан сделать свой, вот я не знаю, как это называется, целый час или два часа и поговорить об искусстве. И где-то вот, если бы был жив Алёша, было бы по-другому. Я думаю, он бы всё-таки его увлёк в педагогику, что он нужен, и он давал бы этого. Это всё давал. И дети бы, наверное, по-другому относились, и был бы он у себя. Сейчас я виню себя, но, ребята, я с Алёшей 17 лет, и что у нас там, это наши личные дела, мы расписаны 60 лет, вы понимаете, я была горе, но у меня, как было, у меня на руках Маша, Алёша дал мне задание, она должна дописать, что она наметила, она должна сделать это, это у меня поставленная была им, он умный человек, что я должна делать. Я это стараюсь делать, и всё. И ещё раз, ради бога, где может, вы же это убрать, или что? Он очень много бы дал артистам, потому что он необычные вещи предлагал, Алёша говорит. Это так интересно, мне это интересно. Я даже бы, вот сейчас что-то играл, я что-то бы взял от него, как от педагога. Он от него. Надо уметь брать от таких людей. Надо, это наше, знаете так, должна быть родина, должен быть дом, должны быть люди, которые любят друг друга, понимают и ценят, кто есть кто. И никогда, и чтобы меньше в нашей жизни было подлецов. Ребята, берегите, у вас ещё есть артисты, вот Конкин сидит. Берегите их, вы даже не представляете, что это такое. Спасибо большое, Гитара Аркадия Леонтенко. Вдова Алексея Баталова у нас на прямой связи. В один день они ушли из жизни, Леонид Куравлёв и Виктор Мережко. Что сегодня скажут дети народных артистов после недолгой паузы? Оставайтесь с первым каналом. Всем еще раз здравствуйте. Я Дмитрий Борисов. В эфире «Пусть говорят». Так получилось, что когда мы уже готовили к эфиру нашу сегодняшнюю программу, посвященную памяти народного артиста Леонида Куравлёва, мы вдруг узнали о смерти нашего друга, актёра, режиссёра, драматурга Виктора Мережко. Мы не могли в это поверить. Что же стало причиной его кончины? У меня впереди очень длинная и красивая и мужская, и творческая жизнь. Это я вижу. Длинная. Я не знаю, сколько мне лет, но жизнь конечная у любого человека. У него был уникальный дар. Как никто другой, Виктор Мережко понимал, женщина разбирался в хитросплетениях человеческих взаимоотношений. Кому она нужна, твоя правда? Зачем она? Какая правда? Что, у меня 30, а я на 35 выгляжу? Чтобы институт поступил и изубрил с утра до вечера, только для того, чтобы за ты деревню удрать. Он знал многие тайны из личной жизни знаменитостей, потому что со многими умел дружить и поддерживать отношения долгие годы. Говорят, что она якобы была богатой дамой. Ничего подобного. Любопытно, что когда мы остановились в супермаркете, они мне нужны с собой грызть, кто кладет за бензин, кто кладет за мясо и какое мясо покупать. По его сценариям снято более 60 фильмов. Среди них настоящие шедевры отечественного кинематографа «Родня», «Здравствуй, прощай», «Уходя, уходи», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Полеты во сне и наяву». Виктор Иванович работал и как режиссер, и как актер, снимался сам, а еще запомнился как ведущий кинопанорамы. 10 лет Виктор Мережко вел одно из первых ток-шоу «Мое кино». Несколько лет назад после съемок в Останкино у Виктора Ивановича случился инсульт. Парализованный Мережко сопротивлялся, когда врачи пытались его увезти в больницу с трудом. Его убедили госпитализироваться. Мне говорят, да нет, нет, срочно в больницу. Я говорю, не надо в больницу, хочу домой. Тогда его спасли врачи, но сейчас уже случилось непоправимое. Ему было 84 года. Сейчас на связи со студией, пусть говорят, дочь Виктора Мережко. Мария, здравствуйте. Наше соболезнование вам, это, конечно, для всех нас невосполнимая утрата. Виктор Иванович был большим другом нашей программы. Здравствуйте, я благодарю вас. Да, спасибо. Маша, а что случилось? Где и как? Потому что разная информация. Мы даже, вот когда стали получать первые сообщения, не поверили, потому что, ну, даже города путались в этих сообщениях. То ли в Москве, то ли в Петербурге. Что случилось? Как это было? Да, вы знаете, он жил большей частью последние, наверное, лет 10 в Питере. Там жил мой брат, папа влюбился в этот город. И в Москве он бывал только ради меня и ради подработки. То есть наездами, на месяц, на два, на мой день рождения, на какие-то деловые встречи. А так он осел в Питере. И Ваня к нему приезжал регулярно, хотя бы пару-троек раз в неделю, это точно минимум. И в середине декабря папа стал покашливать. Ну, знаете, вот началась якобы простуда. И он, помню, со смехом мне позвонил, сказал, что говорил с Сашей с Груевым. И Саша спросил, что ты задыхаешься, а я не задыхаюсь, я нормально говорю. А я тоже ему, Ваню отметили, что что-то не то, ну, простуда так простуда. И вот вы сейчас правильно упомянули, что папа категорически не хотел никогда в больнице. И мы с Ваней начали потихоньку его, ну, как долбать. Давай покажемся врачам. Но это было бесполезно. Он, чтобы в итоге не ссориться, с нами стал скрывать. То есть он стал говорить, что, Ванюш, ты не приезжай, я уехал на полдня, я рано лягу сегодня, у меня гости сегодня. То есть он всячески Ваню, как, пытался Ваню держать на расстоянии, чтобы Ваня не увидел его состояние. По телефону говорил с нами коротко, чтобы мы не могли поймать, что ему тяжело говорить и дышать. В итоге мы с Ваней поняли, что пахнет жареным, что-то надо делать. И Ваня к нему стал приезжать буквально, ну, не вышибая дверь, но насильно. Ну, то есть он, папа, я приеду, хочешь открывай, хочешь нет. И Ваня мне позвонил, говорит, Маш, папа очень слабый, он его шатает, папа буквально на руки, потому что папа был обессилен, и потащил его к папиным друзьям на КТ, друзьям-врачам, которые как раз оперировали ему когда-то ногу. И они остались с отцом с тех пор хорошими друзьями. Вот он и врачи. И там врач выскочил с выпученной глазами, сказал Ване, у Виктора Ивановича 95-процентное поражение, одно легкое 90, второе 95. 95, кошмар. Его везли немедленно в, как считается, в Питере лучшее отделение по коронавирусу, Боткинское отделение, где врачи его поставили не на ноги, но до 60%. У меня вот есть переписка с врачами, что Ваня сбрасывал, что легкие очищаются, состояние улучшается. И мы даже с Ваней купили папе в подарок новый айфон, чтобы стимул был, что папа, выходи скорее и получишь телефон. Ну, как бы так, как морковка. И вдруг у него заболела нога, перестал он ее чувствовать. И врачи решили, что там то ли тромб, то ли, не дай бог, опухоль, как они опять же нам писали с братом. Иначе приняли решение его оперировать. Перевезли его в клинику МЧС. И вот там провели под общим наркозом операцию. и папа стал ухудшаться, фактически сразу придя в себя после наркоза. Он перестал меня узнавать. С братом, очень странно говорю, снова стал задыхаться. И все. Маша, а как... И вот сейчас его перевезут. Да, перевезут в Москву. Когда прощание все-таки, чтобы... Верк, потому что мы с Ванечкой завозились документами. Это довольно хлопотное дело. и мы не ожидали, что папа не встанет. Мы не были готовы. И, конечно, не были никакие документы готовы. Но пока его перевезут сюда, пока, я так поняла, с кладбищем договорятся, ну вот где мама наша лежит, там же. Но все равно какие-то нужны, наверное, бюрократические нюансы. И, в общем... А это какое кладбище? Троекуруск. Там его похоронили, да, в 90-х. Оно было еще заброшено тогда, а сейчас оно такое популярное. Просто зная вашего папу, вот все, что вы говорите, это понятно, что никто не ожидал, потому что всегда современные, абсолютно вневременно, адекватные. Все эти цифры в паспорте неважно. Ощущение, что он абсолютно со всеми общается как кровесник. И это... Ну вот то, что вы рассказываете, что вы как морковку ему телефон купили, это так похоже на него, что вот он должен был поверить в это, чтобы какая-то была цель. Да, Аркадьевич? Вот столько... Он был грандиозный мужик, но при этом он был антиваксер, да, знаешь, вот это вот нынешнее слово. Помните, Аркаша, ты болван, никакого вируса, коронавируса не существует. Это придумали враги русского народа. Он был абсолютно в этом убежден. Он не делал прививок, он не носил маски и так далее. Ну, видимо, он есть все-таки. Ой, как будет не хватать? Вот да, в последние годы в Санкт-Петербурге все больше времени проводил. А я помню, Аркадьевич, как мы все вместе встречались возле одного дома, все вместе рядом в одном дворе просто еще и жили много лет. Мы с ним 46 лет прожили стенка к стенке рядом. Ну вот он как раз был очень общительным человеком. Да. И невероятно стремящимся во что бы то ни стало распространить себя на всех. И ты помнишь, как он ухаживал за женщинами? За всеми женщинами. Какие только вот он встречался. Это был потрясающий человек, знающий женскую сущность. Все его сценарии о любви. Но какой? Все разные оттенки любви. И реально продолжал работать до последнего дня. Потому что только с вами рассказывал о том, что у него сейчас. Вот он сейчас написал, а вот сейчас еще пишет, а вот еще там дам посмотреть, обязательно почитай. Маш, держитесь. И вам, и Ивану наши просто слова поддержки. Это потери для всех нас. Благодарю вас. Благодарю вас. Я могу добавить коротку? Конечно. В больнице, когда был в полубреду, вот последнюю неделю, нам с братом говорил, мне надо писать, меня ждут проекты, а я тут валяюсь. Даже когда уже мог еле разговаривать. Вы абсолютно правы. Да. Ну вот это наш Виктор Мерешко, которого мы все потеряли. Спасибо большое. Мария Мерешко, дочь Виктора Ивановича, у нас была на прямой связи. Ну, какие-то вот такие дни, да, что все вместе. Вот смотрите, одновременно практически ушли два очень талантливых человека и настолько разных. Один Леня, который был сам в себе, всегда, он переживал за свои роли, он никогда ни одной роли, по-моему, не был доволен. И Виктор Мерешко, который просто. Вот он для всех и все, и он был во всех. Понимаете? Два разных человека. Но смерть, она же не выбирает. И в то же время, я хочу сказать, мне вдруг пришла такая ассоциация, связанная с Леней. И я с ним была все-таки знакома. Я встретила его в коридоре на телецентре как-то. И это было 10 лет назад. Так время быстро летит. И я говорю, что такое с вами? Почему такое настроение? Почему он такой грустный? На что он сказал, у меня умерла жена. У меня смысла? Нет. Я не знаю, как быть. Вы знаете, и мне вдруг сегодня показалось, как два лебедя. Два лебедя. И все. И когда он потерял свою подругу, он перестал жить. А когда мы с ним снимались, это был другой человек. Но настолько творческий, настолько талантливый, настолько чуткий, и настолько профессионал, и не болтун, он никогда не шутил в перерывах. Он занимался только своей ролью. Как он долго искал, чтобы кашлять. Я при этом присутствую. Как он с Аллочкой, они это искали, этот вот образ человека, который задыхается от болезни, а приходится там общаться и все прочее. Замечательно. У меня такое о нем сложилось, как о профессионале. Высокий профессионал. А с другой стороны, он относился к своей профессии как профессия. Он не... Как вам сказать? Бывают люди, которые... Вот я вот здесь такой, а здесь я такой. Ну, радуются или гордятся, или что-то. Леня просто работал. Всю жизнь, вот я слышу, разные мнения, он просто работал и никогда этой работой не был доволен. А в принципе, я скажу, что... Ленечка, ты великий артист. Просто. Но сказать это о нем трудно, но надо. Потому что он действительно... Ну, он такой был простой во всех своих работах, что как бы говорить о нем как о великом артисте, можно, нужно. Он велик в каждой работе. Он настолько точно играет любой образ, он настолько перевоплощается, что... У меня слов нет. Но после той программы, где мы встречались в прошлый раз, обсуждали попадание Леонида Куравлева в дом престарелых, тогда еще прозвучало, что дочь его большого друга Василия Макарчукшина собирается свою маму отдавать туда же. Так ли это, что сейчас Лидия Николаевна и как она восприняла все эти новости после недолгой паузы? Свяжемся с ней. Оставайтесь с первым каналом. В эфире «Пусть говорят» я, Дмитрий Борисов. Сегодня прощаемся с двумя столпами отечественного кино, драматургом и режиссером Виктором Мережко и любимцем миллионов артистом Леонидом Куравлевым. Последний год жизни, как мы выяснили совсем недавно, Олег Вячеславович провел в доме престарелых. Но было ли это его осознанным выбором? И вот она начинает тебе про своих же подружек. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Борисов! Будьте добры! Позовите, пожалуйста, Антон Семеновича Шпака. Будьте любезны! Дочь Леонида Куравлева Екатерина пыталась идти по стопам отца. Катя окончила Щукинское училище. Но после съемок в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» юная актриса решила сменить профессию. Стала психотерапевтом. А сын Леонида Куравлева Василий выбрал свой путь. Возможно, не хотел, чтобы его сравнивали с гениальным отцом. Что вас заставило броситься к горящей машине? Торость. В одном из интервью Василий объяснил свое решение поместить отца в пансионат. Мы беспокоились, что мы не можем ему обеспечить необходимую двигательную активность в домашних условиях. Актер несколько месяцев прожил в пансионате для пожилых людей. Он плохо слышал, общался с сотрудниками при помощи листу бумаги. По словам заведующей пансионата, Леонид Вячеславович даже отличался хорошим аппетитом. Котлеты и картофельное пюре. Очень любил он это. И также очень любил ягоды, голубик, малину. После того, как Куравлев был доставлен из пансионата в больницу, выяснилось, что у него отсутствует глотательный рефлекс. Что же стало причиной резкого ухудшения здоровья народного артиста, если пансионат оснащен всем необходимым? Ведь после того, как дочь Лидия Федосева Шукшуна узнала, где лежал Леонид Вячеславович, она поспешила поместить туда же и свою знаменитую маму. После нашей прошлой встречи, где мы обсуждали, как Леонид Куравлев оказался в этом самом пансионате в доме престарелых, Ольга Шукшина сказала, что ей там все понравилось, и она туда бы перевезла свою маму. И потом уже после эфира выяснилось, что это случилось, Лидия Николаевна побывала там. Она у нас сейчас на прямой связи Народная Артистка России Лидия Николаевна вместе с Ольгой. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый день. Лидия Николаевна, то есть вы сейчас дома, я правильно понимаю, все-таки не в пансионате? Нет, я сейчас дома на Москве, на улице Восьмой. Я в пансионате. Я в пансионате была всего три дня. И мне очень понравилось. Я думаю, что и в дальнейшем я буду туда проситься. Никто меня не отправлял. Я сама попросила. Слышала, что там был Леонид Ильичич Куравлев довольно долгое время, чуть ли не полгода. И когда вопрос стал, куда ехать, какой санаторий или пансионат, то я сказала, там, где был Леонид Ильич Куравлев, я тоже там хочу выйти. Ну, это удивительно, потому что здесь у нас в студии люди разные, в том числе народный артист Татьяна Васильева, говорила, что никогда бы ни за что бы, по своей воле бы, туда бы не отправилась. Почему? Там замечательно, все прекрасно. Большая комната метров 15, не знаю, может, 12-15. Прекрасное обслуживание, чудные люди, которые заходили, здоровались, знакомились, приносили завтрак, обед, ужин. Прекрасная атмосфера была за окном, зимний лес стоял, цеременчики, бабушки там ходили, гуляли друг с другом, поддерживали, чтобы не поскользнуться, не упасть. К них мне принесли из библиотеки очень много, я сказала, что я люблю читать. Все очень удобно, все красиво, чистенько, аккуратненько, прекрасно. У нас была вынужденная ситуация, ведь мне диагностировали коронавирус, и надо было срочно маму куда-то изолировать. И вот то, что как раз это пансионат, и мы познакомились с этими людьми, мы им очень благодарны. Другое дело, что у мамы на третий день тоже положительный анализ пришел, поэтому маму вернули, и теперь мы вдвоем на карантине. Леонид Николаев, то есть вы хотите туда даже вернуться, несмотря на то, что Леонид Куравлев после пребывания там умер. А я знаю просто про ваши тесные взаимоотношения семейные, ведь он даже сына Василия назвал в честь вашего мужа, в честь Василия Макарыча. Да, конечно, да, в честь Василия Макарыча назвал, это было заранее предусмотрено и Ниной, и Леонидом Вячеславовичем, что если родится сын, и они уже осуждали его, ожидали его, конечно, назвали его Василием, Васькой, как люди говорят. А давайте услышим, что Леонид Куравлев рассказывал о Василии Макарыче. Шукшин — это то, что нельзя переоценить. Есть такое выражение. Нельзя переоценить. Он осветил мою всю жизнь. Сняв меня в картине «Живёт такой парень», он как бы своему режиссёрскому сообществу предложил меня. Хочешь, не хочешь. Посмотрите, я его снял. И вот с этого момента «Живёт такой парень» я был в принципе на расхват. Никас, ну мы начали о том, что 10 лет назад, когда не стал жены, Леонид Куравлев поставил памятник и написал сразу на нём и своё имя тоже. Ну вот здесь разное говорили после смерти, конечно, усугубилось, но он до этого тоже, мы знакомы, лет были 25, он достаточно замкнутый. Вообще, когда он начинает дружить, он пришёл ко мне, посмотрел мою работу, оценил, и после этого стал дружить. Даже когда я его написал портрет, он у него с его домой на три недели, потом позвонил, угадал, попал в суть. И как-то он пришёл ко мне такой с подарками, я думаю, что такое, как бы, он говорит, ты знаешь, у меня к тебе просьба, вот сделай мне, меня и Ниночку для нас памятник, а то, говорит, как-то неудобно будет, меня не будет, а потом будут ходить и смеяться люди, мне стыдно. Я говорю, да, конечно, с удовольствием. Я начал делать эскизы, наброски, я оценил, понял, что почему нет, человек должен знать, что будет после него. И он проверял, брал эскизы, потом что-то возвращал, потом опять забирал. В какой-то момент, в какой-то момент он очень тесно дружил со мной практически через день общались, ходили в ресторан, ужинали, беседовали, смеялись. И в какой-то момент он пришёл, сказал Никас, ты знаешь, опять пригласил меня в ресторан сам, какой-то закрытый, и говорит, ты знаешь, вот я только сам плачу, я сам плачу. Я говорю, нет, подожди, я не могу. Он говорит, да я прошу тебя, можешь мне сделать одолжение? Ну, конечно, Лёнечка. И он говорит, мы съели, он заплатил, говорит, ты знаешь, я хотел тебе сказать, я пошёл на кладбище и купил памятник сам. Я подумал, пошёл я снова на кладбище, походил, такие великие люди, академики, профессоры, лежат скромно, а я, Ника Сафронов. Мне так стыдно стало, я пошёл, купил, что там было, продавалось. И вот так... И вот этот памятник и появился. Нет, это он купил, то, что там было, и вот выбил свой... Он действительно в хандре был, он очень тосковал по Иене Васильевне, он всё время говорил о ней, рассказывал какие-то истории и так далее. То есть, конечно, он был непростой и раньше, но в тот момент он совсем как бы уже готовился к смерти. Там вот было в прессе, что он не оставил наследство. Он всё чётко, он любил очень Васеньку и свою дочь Катю. Он очень трепетно к ним относился и рассказывал, как он назвал сейчас Василия Макарыча, рассказал истории. И последний год, я его слышал, год с лишним, там он позвонил сам и сказал, что уходит в монастырь почему-то. Я решил, что он в монастыре и... А, то есть это был монастырём, оказался дом престарелого. А потом оказалось, что он сам готовился к тому, чтобы не обременять своих. Вы знаете, как иногда, конечно, хочется помогать ещё, когда не поздно. Вот у Виктора Ивановича Мережко, помните, пять лет назад, четыре года назад был этот инсульт, был в Останкино, поэтому редакторы просто взяли, схватили и отправили в больницу, хотя хотел домой уходить. Ну, тогда получилось вот спасти. Сейчас, увы, ведь скрывал даже от самых близких. Леонид Кравлёв тоже от всех закрылся. Но нам их будет очень, очень не хватать. Итоги этого дня в программе «Время» сразу после. На первом премьера Виктор Сухоруков, Ирина Пегова и Любовь Аксёнова в ретро-детективе «Цыплёнок жареный». 1921 год, обескровленный воинами революции Петроград, стремительно меняется с введением НЭПа. За власть в городе борются и воры, возглавляемые неким дядей Колей и банды бывших белогвардейцев и ЧК. Причем методы чекистов далеко не самые деликатные. Дядя Коля предлагает НЭПМанам крышу к тем же, кто отказывается платить за его услуги, отправляет свои боевые отряды. Самым продуктивным из которых является банда Роди, бывшего анархиста Пижона и Серциеда. Первая серия уже через полчаса. Я Дмитрий Борисов. Увидимся, пусть говорят.